Хозяйка поля И выше Над полем взошло солнце И колоски начали разговаривать между собой Ах, как какое сегодня замечательное солнце! Я чувствую, как от его тепла во мне становится все больше силы! Да, как прекрасно оно греет! Я просто восхищаюсь! А вы знаете, что солнце не только дает тепло, но и помогает нам расти, чтобы мы принесли хорошие плоды! Вот это новость! Теперь я люблю солнышко еще больше! Вообще-то, солнце слишком жаркое! Оно обжигает мои листики! Смотрите, какие они вялые! Да, ты абсолютно права! Я не могу понять, почему они так радуются этому солнцу! Вы что, не слышали, что оно для нас полезно? Ага! Ты просто хочешь, чтобы мы все подгорели, а ты станешь самой красивой! Мы сами решим, что для нас полезно! Давайте от него спрячемся! Хорошая идея! Прошло некоторое время, и солнце спряталось за горизонт! Наконец-то солнце ушло! Смотрите! Кажется, тучка приближается! Капли дождя начали медленно падать на землю! Как же так? Сначала я подгораю на солнце, а теперь еще и намокну! Что же делать? Не переживай, ведь дождь нам тоже нужен! Он тоже помогает нам приносить хорошие плоды! Да, дождь наполняет нас жизнью! Я лично благодарна за каждую каплю! Ах, как хорошо! Да нет здесь ничего хорошего! Вы кокотите, а я больше не буду мокнуть! Смотрите, я нашла большой листик! Давайте под ним спрячемся от дождя! Пришло время уборки урожая, и хозяйка вернулась на поле, чтобы посмотреть, какой же плод принесла пшеница! Ну что же, колоски, пришло время собирать ваши плоды! Хозяйка поля начала подходить к каждому счастливому колоску, и была рада увидеть, как много зерен они принесли! Но как же она разочаровалась, когда подошла к колоскам недовольным! Колоски, а где ваш урожай? У других было так много хороших плодов, а у вас ничего нет! Вы же все были вместе! Солнце светило и грело, дождик поливал, а вы совсем пустые! Как такое могло произойти? Недовольные колоски молчали, потому что точно знали, в чем причина! Просто они не любили ни солнце, ни дождь, которые очень важны для созревания плодов! Конечно же, хозяйка поняла, что эти колоски были всем недовольны и прятались, поэтому и не смогли принести никаких плодов! Эта сценка о пшеничном поле напоминает нам, что мы должны с радостью и благодарно принимать Слово Божье и Его благодать! Только тогда мы будем возрастать и приносить хорошие плоды, славя Господа своими делами и словами!